В современном мире В мире понятие взросления и перехода в социальную жизнь сопровождается лишь выдачей паспорта. И вот вы уже гражданин, имеете право голосовать. Но эта скучная бюрократия не имеет ничего общего с традиционными обрядами. Они интересны, насыщены сакральным смыслом и заставляют задуматься о высших ценностях. Так каков он процесс взросления в культурах разных народов и что общего он имеет с нашим? Найдем точки соприкосновения. Рассмотрим, пожалуй, мальчиков. Ведь именно у них в нашей культуре происходит самый ранний переход из статуса ребенка в статус мужчины, представителя рода. С тех самых пор он больше не под правительством матери и может присоединиться к мужской половине дома. У нас осетин. Этот обряд называется савакак. Проводится он и сегодня по достижении ребенком трехлетнего возраста. Мальчика одевают в нарядную традиционную одежду, женщины готовят вкусное угощение, но их присутствие на самом праздновании категорически запрещено. Во время церемоний читаются молитвы как старшим представителям рода, так и самим мальчикам. По окончании всех действий ребенок кладет стрелу в святилище и объезжает верхом на коне вокруг святого места. В еврейских семьях подобный праздник называется бар митцва, что означает сын заповеди. Проводится он на 13 день рождения молодого человека. Причем ритуалы те же. Читаются молитвы, специальные угощения, женщины не допускаются. А ведь они переживают, стоят под дверями храма, ждут с нетерпением своих возмужавших детей. Интересно, что еврейские девочки исполняют тот же ритуал, но на год раньше. На Руси издревле бытовало мнение, что воспитывать ребенка нужно только пока его можно поперек лавки положить. В подтверждение этого до трех лет не принято было ребенку делать замечания или как-то пытаться его исправлять. Зато с трех лет за его воспитание бралась вся семья. Считалось, что он уже впитал поведение взрослых и отвечает за свои поступки. И все стремились его направлять и оберегать от ошибок. Тут стоит отметить тот факт, что даже Миллер заметил. Осетины своих детей никак не воспитывают. Даже не попрекают в той или иной ситуации. Они только их направляют собственным примером. У осетин к 12 годам мальчик считался уже взрослым. Ему брили голову и с тех пор он мог даже жениться. Это логично, ведь то было время сражений и битв. Мужчины умирали очень рано. Головы детям на праздник взросления брили и в Индии. Устраивали большое мероприятие. Собиралась вся многочисленная родня. Все приносили подарки. Подарки? Взрослый парень, какие еще подарки? А ведь на Филиппинах на 18-летие дарят 18 подарков. 18 друзей-именинника. Кстати, там про девочек тоже не забыли. Им плюс ко всему еще и 18 роз. Девочки там явно не суеверные. Но именно суеверие диктует большинство обрядов, связанных с детством. Может поэтому в Бразилии 13-летним мальчикам надевают перчатку с ядовитыми муравьями? Или в южной части Тихого океана ребят сбрасывают с высоких башен их родные матери? В любом случае, родители всегда заботятся о благополучии детей. Ведь так? Мы попытались найти точки соприкосновения с представителями других культур. Помните, человечество – это большая семья на очень маленькой планете. Любите друг друга. Любите друг друга.